Не думайте, что вы можете без алтаря раздевать свою разум. Думайте, я могу и в сердце молиться, это все можно. Но нужно чистое место в квартире. Сердце это грязное место, оно постоянно туда карма приходит. Нужно какое-то место, где бы карма не приходила, чистое, освященное место. Веда говорится в других священных писаниях. Если человек выбирает духовный путь и находит себе такое место, где его алтарь будет стоять, то там никогда грязь не может туда зайти. Потому что Бог охраняет это место, Он лично начинает охранять это место. Это место Бога считается в доме. Вы скажете, у меня нет никакой веры, я хочу алтарь сделать. В этом нет никаких сложностей. А если у меня две веры, я люблю и ту, и ту, тоже нет никаких сложностей. Алтарь делается произвольно. Просто ставите все святое туда, что является святым. Если вы кошку свою святой считаете и фотографию кошки хотите поставить, то есть на алтарь его не надо ставить. На алтарь ставятся как бы просто святые люди, святые места, изображения Бога, какие-то священные писания можно на алтарь поставить, им поклоняться, святую землю, можно разовывать традиции. Нет никаких ограничений в этом вообще. И не является это оскорблением Бога. Это все только в бумаге действует, на самом деле. Нет никаких ограничений. Бог любит всех. И если у вас там будет Иисус Христос стоять, Будда там, Аллах, там, я не знаю, Коран, Аллах, и нельзя подкрыть изображение. Не будет никакого оскорбления. Поклоняйтесь Богу, как считать нужным. Если у вас одна вера, вы не хотите ничего разбавлять, еще лучше, пожалуйста, пускай будет одна вера. Замечательно. Самое главное, поймите, что алтарь должен закрываться, потому что если он не закрывается, вы будете его оскорблять своими действиями. Перед алтарем нельзя в туалет ходить, нельзя есть, спать. Ну, то есть перед алтарем можно пока молиться, по факту. С Богом только такие отношения можно снять. Но если вы, допустим, у вас в этой же комнате, алтарь, вы закрыли его шторкой, все, у вас он закрыт, проблем никаких нет. Перед молитвой надо протереть место, где вы молитесь, поставить свечку. Огонь очищает мысли и делает сильным молитву. Нужна свеча. Также огонь топленого масла, если просто лампочку, если в чашечку наливает топленого масла сливочного, туда фитеречек и зажигает, это чистый огонь. Топленое масло – это чистый огонь. Помогает очистить атмосферу. Духи боятся огня, свечи и огня топленого масла. Следующее, что нужно знать, это то, что, когда человек начинает свою духовную жизнь, он не сможет сам побеждать судьбу. Нужна обязательно звук какого-то человека, который будет молиться вместе с вами. Он передает вам настроение, дающее способность побеждать. И техника молитвы такая. Надо сначала слушать его и повторять вместе с ним, но повторение свое и не концентрироваться. Не концентрироваться, как ты повторяешь молитву, или я желаю всем счастья. Не надо об этом думать. Думайте о том, как он это делает, как он молится, пытаясь услышать его. Самое первое, вот этим мы занимаемся. И когда ты уже вслушался, тогда этот звук этого святого человека, возвышенного просто монарха, там, не знаю, начинает идти глубже, 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 и в какой-то момент, ты же не видишь, как он глубже идет, но в какой-то момент человек начинает чувствовать, что ему нравится, как тот молится. До этого не чувствует. Просто верит, что он такой хороший человек. И тут у него раз, у него начинает в сердце появляться такая здорово, супер, сила такая внутри начинает появляться. И он, значит, в этот момент надо начать думать о своей молитве, и я желаю всем счастья, с настроением этой силы, вот то чувство, которое возникло, с ним и молимся. Это значит, что я уже в цепь пошел, включилась лампочка. Лампочка включается в это время. Сознание разум включается в этот момент, который побеждает судьбу. И дальше надо продолжать именно на этом концентрироваться, думать о голосе святых людей и повторять свою молитву в этом настроении. Наступает момент, когда вы начинаете чувствовать спокойствие в сердце. Это значит, что вы наполнили весь водоем счастьем, который у вас есть внутри. И скоро откроются речки. Вот как из Байкала ангара течет, то, что открылась речка, из Байкала течет речка. Мало же таких озер, с которых бы что-то вытекало, да? У Байкала столько счастья, что вытекает, что хватает и на целую реку большую. Байкала – это святое место. Я вам расскажу то, что я узнал. Я могу медитировать, чувствовать чистоту какого-то места. Я ездил на Байкал и моления там совершал. Молился потом, пытаясь вспомнить. Я увидел, как внутри Байкала, в глубине Байкала, сидит какая-то личность не в человеческом теле, а в тонком теле, в духовном теле. Эта личность обладает огромной силой. Какой-то святой, который там молится постоянно. И этого святого защищает огромные силы духи, которые окружены вокруг него. И они не подпускают на Байкал всех, у кого плохие мозги, плохо настроены. Эти духи, они входят в сознание животных, медведей всяких. Эти животные лгут этих людей на части. Если люди там грешат на Байкале, то у них опасность потерять жизнь. Животные охотятся за ними. Или просто духи сами входят в сознание этих людей, которые там плохо себя ведут, и мозги им скручивают на пекле, чтобы они делали глупости всякие. Таким образом, Байкал в этой территории охраняется вот этим святым, который там молится постоянно, сидит. Это чистое место на земле, святое место. И вы живете рядом с этим святым местом. Если вы будете туда иногда заглядывать и кланяться мысленно этому святому, который там сидит, то вы обретете любой Богу, могущество, постигать чистоту, душевную чистоту. Таким образом, Байкал – это чистое, возвышенное место. По этой причине там и чистая вода. Вода, она характеризует состояние сознания местным. В Байкале – самая чистая вода на земле. Это вполне определенно, я могу сказать, потому что я был в разных местах и пил воду везде. Даже в тех источниках, которые мы слетали на сверху, там не такое чистое, возвышенное место, как на Байкале. На Байкале вода абсолютно чистая. Она не мелькеньких примесей. Она как кристалл просто. Это означает, что там чистая атмосфера. Если атмосфера загрязняется, вода тоже загрязняет. Да? А у Байкале Ганга, она же не ясно почетовала. Но вы считаете, что это свидетельность? Ну, это особый случай, понимаете. Байкале Ганга, она течет от стоп Господа. И как бы ее не загрязняли, она все равно не загрязняется. Она загрязняется только на грубом плане. Она остается чистой. Может быть, и с Байкалом так же будет. Я не знаю. Но вот пока у Байкала есть преимущество перед Гангой в том, что он чист и снаружи, и снутри. Ну, серебро очищает микробу в Гангу, но это не значит, что как бы только серебро там есть. Я вам расскажу немножко про Гангу, если вы хотите. Таких цветов много на Земле. Ганга здесь не является единственной. Бывают реки с цветами, это факт. Я изучал эту тему. У меня одни знакомые, у них сын купался в Ганге, нырнул, ему было лет 17, и свернул в шею. Утонул там. И они обратились ко мне за помощью, узнают, что с сыном. Я начал медитировать на сына, я чувствую уже тонкое тело человека, я медитирую, смотрю, и у него тонкое тело растворилось в Ганге, в чистоте вот этой. И говорится, что если вот Ганга забирает тело, ну тонкое тело, то человек уходит в духовный мир. Он избавляется от всех грехов, очищается полностью, уходит в духовный мир. Я просто, когда увидел это, я был просто в трансе. То есть я испытал такое счастье. Я говорю, вам не надо беспокоиться о своем сыне, он обрел вечность. Вот он у Ганги, это милость для него. И они это почувствовали, поняли. Когда мне совсем плохо, я приезжаю в Решикеш, это место верховья Ганги, где Ганга еще не грязная, чистая. Там можно прямо воду пить, прямо из нее, брат. Ну прямо так, четко из Ганги, можно пить воду в это место. Там нет никаких заводов еще, это прямо верховья Ганги. И там очень холодная вода, где-то может быть градусов 10, там 12. Я встаю туда обычно по пояс, по шее, сильное течение очень, и я мысленно кланую с Гангой. Начинаю чувствовать эту личность, она такая в белых одеждах. Ганга это женщина на самом деле, очень возвышенная, святая. И таким образом моя психика восстанавливается, очищается от всех тревог. Это удивительное место. Вам не надо ехать на Гангу, потому что у вас есть Байкал. Я еще раз вам повторяю. Это кажется всегда лучше там, где нас нет. У вас есть Байкал, едите на Байкал, там просто молитесь. Это самый лучший вариант очистить свое сознание. Для вас. Несколько километров всего. Чего вам не ездить на Байкал? Вы не сможете в это поверить, пока это не сделаете. Понимаете? Человек не может верить в то, чего он не понимает. Вот хоть тысячу раз я вам это скажу. Только в практике человек познает истину. Душевную истину только в практике. Слова ничего не помогут. Все, что я говорю, это для вас пустой звук будет, пока вы сами это не начнете делать. И вы увидите, как ваша жизнь меняется. Я не могу вам всех случаев своих жизней рассказать, всех событий, потому что, ну, я не хочу, это может повредить моей судьбе. Но у меня много раз спасала, меня молитва спасала от тяжелейших ситуаций в жизни. Некоторые вещи, конечно, могу вам рассказать. Я когда еще и днурка начинал молиться, то Бог мне дал небольшой экзамен. Потом было много других разных, разных седней. Ну, тогда он дал мне небольшой такой экзамен. Я был в Тольятти в это время, закончил институт, приехал в Тольятти. Мои родственники, мама, папа и сестра, они уехали на Урал к родственникам своим на машине. Через несколько времени, там, в день где-то, они долго ехали, там, два-три дня. В какой-то момент я, ну, шел куда-то, там, то ли в магазин, я уже не помню, это было давно. Я вдруг неожиданно понял, что они сейчас погибнут, все в краю, у меня никого не останется, родственник. Прямо я почувствовал сердце. Но в это время я тоже не то, что просто шел, я в молитвенном настроении таком был, я постоянно думал о Боге, и в это время, так как я думал о Боге, Господь, когда человек думает о Боге, Господь ему открывает будущее. И он мне открыл, говорит, скоро у тебя никто у них будет, он хороший. Я понял, что они сейчас разогрются на машине. Я тут же остановился, перестал идти, начал думать о святом человеке, о Боге, кланяться, и просто включил молитву. Я почувствовал объем работы в сердце, что вот они сейчас должны погибнуть, и я не верил в это. Человек же может поверить, что погибнут, и все, дальше можно не молиться. А если я не, ты не веришь в это, означает, что ты борешься с этим объемом работы. Мне нужно было на что-то опереться, я вспомнил святого человека, открылся на него, веру в него, начал молиться ему, и почувствовал, как вот эта вот штука внутри начала уменьшаться, уменьшаться потихоньку, и потом раз, и нет вот такого чувства, что они должны погибнуть. Я потом постоял, помолился еще несколько минут, убеждаясь, что это правда, что типа я не обманул. И потом чувствую, что все в сердце, да, все нормально, иди там сиди, не парься. Ну, я пошел дальше, спокойно иду, помаливаюсь, так, не так уж сильно, не так думаю об этом, думаю, наваждение какое-то, наверное, может, мне почутилось. А потом, когда они приехали, мне рассказывают, что не был случай, когда они ехали на встречу, на встречную полосу, на их, полосу со встречной полосы, выскочил КамАЗ, они в кювет сворачивают от него, он тоже в кювет, и они разминулись там буквально на несколько миллиметров. и полетели, вот, ну, на обочине дороги, она такая, как бы, обычно ниже, и они туда, как влетели, в эту обочину, на все четыре колеса, и проехали немного, встали, вышли из машины, машина целая, они целые, потом сели, и поехали дальше. Все, какие проблемы. я, когда хронологически сопоставил этот момент, это оказалось именно в это время, когда я шел куда-то. А потом, я встретил свою преподавательницу в институте, которая со слезами на глазах мне рассказала историю одну, своей жизни. Говорит, я не могу себе этого простить. Я говорю, у меня мама сильно болела, я, говорит, ночью заснула, и мама приходит ко мне во сне, говорит, доченька, помогай мне, я умираю. Она перебернулась на другой дом, думает, что только ей не приснится. И, когда отроснулась, к маме зашла, а мама уже умерла. Приятная история? А почему она не среагирует? Как вы думаете? Я говорю, что у нее не было знания об этом, понимаете, у меня уже было тогда знание, а у нее не было. А бывают ситуации, когда вообще, ну, как бы, человек вообще не алло, ни сном, ни духом, сейчас вам расскажу, но спасается жизнь человека в результате. Вот ситуация пока. Я с утра просто искренне помолился Богу, я каждое утро это делаю, и часов в 8 утра, когда я уже помолился, вдруг неожиданно у меня появляется желание позвонить одним родственникам, у которых есть психически больной человек. Ну, просто вот, в 8 утра. я звоню дочке этой женщины, она берет трубку, я говорю, а где твоя мама сейчас? Она говорит, так мы еще спим, я вот с постели, как бы, беру трубку с постели, мы спим, она тоже спит. Я говорю, ну, ты сходи, как бы, мы ее комнату, посмотрели, что с ней, чтобы я вот спокойно жил дальше. Она идет в ее комнату, комната закрыта, она говорит, комната закрыта, я не могу туда войти. Я говорю, у вас что, на замках, что ли, все? Она говорит, нет, там нет замка. Я говорю, ну, тогда надо потихоньку толкать, и она там вытолкала, комната была заблокирована креслом, ну, то есть, она вытолкала это кресло, открыла, а ее мама стоит на карнизе седьмого этажа с другой стороны. Знаете, какой-то конец? Это не подоконник, это с той стороны. Стоит и удержится вот так за стекло, и ничего не соображает. И она такая в шоке, она говорит, ой, что мне делать, я не знаю, что мне делать, она сейчас упадет. Я говорю, не шевелись, ни что не делай, не двигайся, не говори, ни кричи, не зови, ничего не делай вообще, просто стой. И все. И она застыла, я говорю, положи трубку, я сейчас буду молиться и пытаюсь спасти ей жизнь. Она застыла, и я начал свою молитву. Я увидел этого человека, увидел, как дух тянет ее за волосы вниз, начал думать о Боге, и почувствовал, как Господь как бы в руки ей вошел, и за руки, как бы дал ей силу в руках, потому что голову охранял дух в это время. я начал потихоньку как бы молиться, молиться за нее, почувствовал, что она уже потихоньку спасение начало к ней приходить, но при этом дух все равно тянет за волосы. А я потихоньку начал входить ей сознание, свое сознание, свои молитвы, пытаясь духа вытеснить. Это продолжалось 20 минут. И вот такое состояние, я точно знал, что она еще не упала, что она стоит там, и я не бросал молитву, был убежден, что я не смогу победить эту ситуацию. Я молился, 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 через 20 минут резко в сердце такое, все, и Господь ликование такое в сердце, Господь ликует в сердце. И я такой еще немножко помолился, и такое Господь из сердца, да, расслабься, все, все нормально. И я раз такой звонил опять дочке, она поднимает трубку, и говорит, а, вы знаете, соседи буквально 5 минут назад вызвали МЧС, приехала машина, быстро очень, поднялся, ну, лестница поднялась на 7 этаж, он МЧСник, он забрался тихонько, и вот так раз ее схватил, и на лестницу всех взял, держит, и лестница отпустилась, они ее спасли таким образом, потом привели домой. Потом дали ей таблетки, она пришла в себя, так спасли жизнь. Ну, потом я ее вообще вылечила, она сейчас не болеет, не заболела. А какие молитвы вы читаете? Я читаю свои молитвы, а вам надо читать свои. А? какие ваши? Если у вас нет веры, повторяйте, я желаю всем счастья. Хорошо? А? Только поверить, да, молитвы. Можно пробовать разные веры, читать, какие вам нравятся, не запрещено. было 15 лет лет. Итак, мои хорошие, я вам рассказал несколько случаев. Практичная информация, нет? Если вы хотите знать, я могу вам рассказать, рассказывать три часа подряд случаи в моей жизни, когда спасалась человека судьба, просто молитвой. но я не хочу на это тратить время, понимаете? Все равно, если вы этого не будете делать, вам в сердце это знание не придет. Через два дня вы повздыхаете и забудете обо всем. И ваша курсель в жизни опять начнет вас мучить. Поэтому давайте лучше поговорим о том, как это делать правильно, работать над своим разумом. Есть все вещи, влияющие на разум, которые вы должны знать. Все эти вещи, которые влияют на разум, они также влияют на судьбу человека, и поэтому люди интуитивно боятся менять что-то в этих вещах. Но перемены в этих вещах разрушают плохую судьбу человека. Знайте, что когда вы в эту зону пойдете, это как, знаете, фильм «Сталкер» смотрели, там есть зона, была зона, туда нельзя было просто так ходить. Все разрушалось у человека, если он там неправильно что-то делает. Вот работа над собой и развитие разума это зона. Там надо быть очень осторожным. Почему? Потому что люди боятся, что либо в своей жизни менять. Имеется в виду ваши родственники. Вот теперь слушайте меня внимательно. есть несколько вещей, которые меняют судьбу и любой контакт с этой вещью будет вызывать у родственников ваших жуткий страх. Поэтому вы должны быть очень осторожными, когда вы это вводите в свою жизнь. Первое, что меняет судьбу, это молитва. Если вы просто начнете дома включать молитву, сразу же родственники будут против. если бы дома включали любую песню истрадную, все что угодно, любую музыку просто обычную там пам-парарарам пам-парарам всем по барабанам. Но если вы включаете молитву, так как она меняет судьбу, сразу же выключи это. Поднимите руку, у кого так уже было. Видите? Система всегда работает одинаково. Потому что психика человека всегда ну когда человек живет страсть у него разный стабилен и он боится вообще любых перемен. Он хочет жить как жил, ему ничего не надо менять, он очень в страхе находится по этому поводу. Поэтому техника включения дома молитвы такая. Сначала включайте ее в своих наушниках и больше нигде, чтобы никто кроме вас не слышал. Потом когда увидите, что ну как у вас будут спрашивать что ты слушаешь, говорите, что слушаю разные песнопения, молитвы, это мне помогает успокоиться. Это будет напрягать все равно ваших родственников не будут напрягивать ходить. Того что они будут чувствовать что на вас воздействует какая-то сила, которая меняет вашу жизнь. Вы можете слушать любые молитвы, любых вер, все равно будут родственники в напряге. Но потом они расслабятся, потому что эта молитва будет менять также их судьбу, не только вашу. Вы же можно на это пойти несколько месяцев, потратиться. Они расслабятся, ваши родственники, и тогда вы можете уже включать молитву, дозу увеличивать, как наркотики увеличивают дозу. Можно увеличить дозу и включить уже тихо-тихо только в вашей комнате, чтобы это звучало. И в этом несколько месяцев должна постоянно днем и ночью молитва звучать тихо-тихо только в вашей комнате, они тоже понервничают, потом через год будет хорошо звучать так по всей квартире, и никто не будет дергаться. С тем ясно? Молитва это самое первое, что нужно сделать, потому что она очистит всю атмосферу вашей комнаты. Я экспериментировал с этим еще 20 лет назад. У меня соседи очень сильно ругались, я отключил голос возвышенных людей, он играл днем и ночью, через две недели они перестали ругаться совсем. Кто-то клыхнет там, подсели на молитву и ходили спокойно, им счастья хватало в жизни, ругаться незачем было. Но когда мы уехали отдыхать, в отпуск уехали, месяца два нас не было, приехали, там опять пыль коромыслом, все, опять включили молитву, недели три прошло, тишина в студии. Ну то есть успокаивали соседи, там стены были панельные, тонкие, невозможно было жить без молитвы. Постоянно молитва звучала, громко достаточно, но совсем не слышали, она подсознательно действовала на них. Итак, первое, что меняет судьбу, это голос святого человека. Второе, что меняет судьбу, это пища. Пища. Поэтому просветки в храмах раздают, посвященные пищи, везде, в святых местах можно найти, это сила, меняющая судьбу. Поэтому надо просто, когда вы готовите, повторять, я желаю всем счастья. когда жена готовит для мужа, то она затягивает узел кармы. Вот чем больше с любовью для мужа готовишь, тем больше кармы вступает в отношения. А когда жена готовит для Бога, то муж очищается с помощью этой пищи и разрушается плохая судьба. Система ясна, то есть, когда готовишь, надо думать о Боге и молиться, готовить для Бога. Я когда захожу на кухню случайно, когда жена готовит, она смотрит на меня и говорит, не смотри, я для Бога готовлю. Я знаю, кто тебя так мистический взгляд, ты сейчас все глазами съешь. Не смотри. Я говорю, ладно, ладно, все, я не смотрю. Она готовит для Бога, потом мне дает покушать. Для моего же блага очищает мое сердце. и всегда уже как бы есть немножко ревность. она готовит не для меня, а для Бога? Но потом он привыкает постепенно. Все нормально. Освещенная пища настолько сильно влияет на сознание, что люди даже неосознанно чувствуют об этом. Чувствуют это. У меня отец один раз заболел, и моя жена приготовила часть пищи освещенной, а мама приготовила просто пищу ему для отца, чтобы он кушал. И отец убитил когда 2 вида пищи, он всю неосвещенную съел, а всю освещенную сказала, это я есть не буду. И когда мама спросила почему, он говорит, я как-то боюсь это есть. Она говорит, ну что боишься, это как мы приготовили тебе судьбу, он говорит, нет, пока это я не буду есть. Но жена все равно победила его, то есть она в тот момент, когда он был пьяненький такой, он ее сильно любил, она напекла пирожков, и прямо он такой лежал, такой полуразешка, она прямо на пузо ему пирожок положила, освещенный, он его съел, и потом уже лопал освещенную пищу, как-то, подсел на освещенную пищу. Освещенная пища меняет сознание человека полностью. Если женщина хочет помочь мужу, если ей говорит, хватит, делай улыбки, изменять, в это время она просто зря тратит время, потому что через уши женщина не может воздействовать на сознание мужа. На сознание мужа можно воздействовать только через живот, через чувство вкуса. Потому что когда мужчина ест освещенную пищу, он очищается и потом сам говорит, да мне не надоела такая просто жизнь, я по-другому сам хочу жить, понимаешь, жене. А она накормила год уже освещенной пищей, женщина не должна париться, пытаясь мужу как-то рассказывать, как ему надо жить. Есть другие способы воздействия в сознание более эффективным. Так, один способ это освещенная пища. Жена готовит освещенную пищу, мужа очищает сознание, он становится другим человеком, избавляется от вредных привычек, глупостей и так далее. Можно даже молиться Богу и во время приготовки молиться Богу и в конце молитвы сказать, это для того, чтобы он от маньки отвязался. Представьте, работает колоссальным образом, когда женщина так говорит Богу, то такая сила входит в мужа, что манька отваливается. Не надо париться, вот и гуляешь, не беспокойтесь, просто смотрите в подготовке, женщина, вы не знаете свою силу. И просто скажите Богу, попросите, чтобы манька отвязалась от мужа, потому что вы имеете право попросить, это ваш законный муж, Бог вас держит вместе, это его сила вас держит вместе, поэтому вы уйти друг от друга не можете, так вот одно уже ушли. Мы экспериментировали с женой эти вещи, например, я, допустим, приезжаю, с поездки очень устала, у меня, когда я сильно устаю, у меня бессонница обычно, спать не могу, так, усталости, и она просто берет перед сном мне водичку, просто водичку теплую, она молится, молится Богу, освещает ее, потом говорит, для сна, как приносит мне, пей. Я беру из ее рук воду, пью, и так, самое лучшее снотворное, лучше ничего не ни таблетки, ничего такого, просто жена с любовью помолилась, для сна попил, рубанула все, сразу, готов, все ночи сплю, еще раз, когда если постелить, еще укроет, постелила, укрыла, и попить дала, все, шансов нет, не заснуть, вода влияет на судьбу человека, следующая штука, вода, она все сознание убирает в себя, если, допустим, святой человек в озере находится, ну, святая, святая личность, то озеро чистое все, как кристаллики, понимаете, ни грязи, ничего нет, все очищено, все чистое, как ученые это объясняют, рачки там всякие, да и делают. Я знаю, много озер с рачками, но они все грязные, а тут чистое, ничего нет, грязно. следующее, что влияет на сознание и на ваше тоже, вы тоже сейчас напрячься можете, это мясо. Все, что влияет на сознание, напрягает. Если вы едите мясо, вы напряжетесь сейчас. Почему? Потому что это влияет на сознание. Человек, который не ест мясо, ему дорога в ад закрыта, который ест, дорога открыта. Не значит, что всех людей от мяса в ад пойдет, на них будут молиться и нейтрализовать это влияние, но факт остается фактом. Во всех духовных традициях есть ограничения на мясо и очень серьезные. Например, в православии вообще половина года посты и все эти посты мясо нельзя есть, а в православных храмах вообще мясо не едят никогда. У них они как бы едят только рыбу. Мясо не едят в монастырях. А? Ну, я сейчас расскажу. Там есть свои градации просто. Есть маленький вопрос. А если заболевание, то... Ну и что заболевание, то... Ну только белковая пища. Белковая пища, вот, пожалуйста, сын, допустим, это белковая пища. Вот такая. Уславиться в 10 раз лучше, чем мясо. Мясо, понимаете, оно связано с духами. Если у человека рак, ему мясо вообще нельзя есть. Сразу же опухоль начинает расти. Если люди ко мне приходят с раком, я говорю, вы свое мясо уже съели, все. До свидания, мясо. И курение тоже так. По курингу, все, может, до свидания, жизнь. особенно, если у тебя рак легкий, под сигареты, тогда точно до свидания же. Не хочу вас пугать рассказывать эти истории. У меня есть на все свои истории. У меня уже много случаев в жизни произошло. И так, понимаете, просто поймите такую вещь. Я вам не навязываю жить без мяса, потому что это все невозможно сделать, если ты не развиваешь свое сознание. Когда человеку не нужно мясо, когда справедливость этого мира на него влияет больше, чем несправедливость. Понимаете, человек для чего есть мясо? Это как защитный механизм. Называется без своих, чтобы чужие появились. Ну, то есть, если человек как бы имеет определенные энергии защитные внутри себя, такие жесткие такие, то на него не полезут. Понимаете, то есть, мясо это жесть, это такая жесткая энергия. Когда животное погибает, когда его убивают, оно чувствует несправедливость. Когда человек съедает его мясо, то эта несправедливость заходит в него внутрь. То есть, мясная пища, она мешает духовному развитию, она оскверняет сознание человека. Вот как, допустим, человек, который соприкоснулся с испражнениями, надо помыться, прежде чем молитву начать. Иначе, ему трудно будет молиться, потому что оскверненное сознание. Так и человек, который есть мясо, ему трудно молиться, потому что сознание оскверненное. Ну, понимаете, если говорить о мясе, об этом питании, убитой пищи, надо просто понимать, что это чисто наука и все. Это не то, что там какие-то предсуеверия, это научные вещи совершенно. Я вам сейчас расскажу эту науку. Существуют разные способы жить, и в зависимости от этого способа передается больше или меньше страдания в человека, который ест эту форму жизни. В ведах описано, первое, что в везах я прочитал такая фраза джива-джива-си-джива-намо. Означает, если ты живое и ничего не ешь, ты не сможешь жить. Но если человек родился человеком, ну, в этом мире кто рождается, должен есть живое. Понимаете? Мы не можем питаться просто каменной солью, там, нам нужно есть живое. Мы не можем синтетической пищей питаться и быть здоровым, нам нужно живая пища, что-то в жизни какую-то есть. Понимаете? И есть разные формы жизни. И это объясняет, что когда человек живет, у него сознание похоже на зеркало, запыленное пылью. Он чувствует себя, понимает, но очень смутно. Смотришь в зеркало с пылью и как бы себя до конца не видишь. Это сознание человека. Сознание вернее, не, неправильно я говорю. Есть как бы пламя с дымом. Вот сознание человека — это пламя с дымом. Вроде чистая боль, но все равно дым идет. Есть определенная задымленность, и себя человек до конца не понимает. Это сознание человека. Он чувствует, осознает себя достаточно сильно, но все равно он не понимает, что он душа. у него есть разум, мышление, способность раскаиваться, очищать свое сознание, но он все равно не понимает, что он душа, он не понимает, что он вечный до конца, поэтому в страхе живет. Вот. Следующий уровень сознания — это животное. У животных это как зеркало, сильно запыленное зеркало. То есть животное смотрит в себя и видит смутно, понимает себя. Допустим, например, собака, она когда смотрит в реку, гавкает на свое же отражение. Знаете об этом, нет? Она не грубается, что это она сама. Ну то есть в зеркало иногда животное никогда не привычно, а они начинают гавкаться в зеркало собачьих. Или кошки начинают тереться от зеркала, ходить, чтобы другая кошка там знакомится. Но потом они привыкают, как бы узнают, что это что-то другое. Иногда понимают, что это они сами со временем. Ну то есть животные у них смутно, они смутно осознают себя, они трудно себя понимают, с трудом. И среди животных и есть следующая форма жизни. Эта форма жизни похожа на ребенка, который находится в утробе матери. То есть истинно покрыта врагом. Он не чувствует, как бы, что он видит света, то есть он как будто живет в каких-то тисках. Это зависит от степени эгоизма. Когда эгоизм очень бескорыстный по природе, но не совсем бескорыстный, то это похоже на огонь. То есть огонь означает душа горит уже счастьем, но это счастье с дымом, то есть с эгоизмом. Счастье человеческой жизни осквернено страданием из-за эгоизма. Если говорить о святом человеке, то это сильное пламя огня, это похоже на солнце. Ну то есть это чистый свет, солнечный свет, это святость, святая жизнь это чистый солнечный свет. Сравнивается. Бескорыстная жизнь. Душа осознает себя полностью в бескорыстном состоянии. Дальше, когда животные, у них эгоизма больше, чем у людей, раз в 10-20 больше, чем у человека эгоизма, причем у разных животных по-разному. И чем больше эгоизма покрывает сознание, то есть корысти, желание жить для себя, тем меньше осознает живое существо, свое существование. Понимаете? вот, например, взять собаку. Домашние животные, у них очень развитое сознание. Они очень сильно осознают себя. Это проявляется в виде энергии любви, эмоций любви. Вот, допустим, собака, она может улыбаться. Так. Ранит, такая, улыбается. Собака, она признает человека, что у него больше интеллекта. И, знаете, собаки такие, как лошади здоровые. И девочка маленькая подходит, и ей прям по башке бьет такая, в этой собаке. Че ты так себя ведешь? Бац, ей по башке. И она такая, рак. И слушается маленькую девочку, собака большая, потому что она понимает, что у той больше интеллекта. собака это осознает, но волк никогда. Внешне та же самая форма жизни. Если даже волка приручить, если кто-то ему по башке даст, он просто бросится и загрызет. Почему? Потому что у него другое сознание, другая развитость сознания. Это как человек и человекообразные обезьяны. Понимаете, развитость сознания другая, а также собака и волк. Поэтому веды объясняют, что есть домашние животные, они уже почти что родились людьми. То есть в следующей жизни они будут людьми и они общаются с людьми, принимают у людей сознание, получают отношения с людьми и в следующей жизни рождаются такими же людьми, как их хозяева. Поэтому животные становятся домашними для того, чтобы перенять сознание. И они верят в людей. Собака, допустим, если хозяин умер, она погибает на его могиле, потом сидит неверная собака. Она перенимает сознание, верит в людей. Животные тоже верят, но они верят в людей. Понимаете? И поэтому людьми становятся следующей жизнью. Это домашние животные, самая высокая форма жизни. Поэтому нельзя есть домашних животных. Мясо домашних животных разрушает чуму человека. Если человек ест домашних животных, то в следующей жизни он рождается домашним животным, это домашнее животное рождается ими. Меняется местами. домашних животных очень сильно развито сознание. Они чувствуют смерть очень сильно, страдают после убийства очень сильно. Тем образом мясо всех домашних животных опасно для судьбы. это свиней там коров, лошадей и так далее. Собак там некоторые у них конечно есть, кошек. Понятна да система? Но считается в ведах, что сознание коровы более чистое, чем даже у собаки. Потому что корова она имеет очень благостный характер. Она очень сильно любит человека. Сильнее, чем собака даже доложит. Поэтому ее молоко пьют дети для роста. Она как мать считается для человека коровы. Вы обещали рассказать о том вы иду. Я иду вперед, двигаюсь вперед. В этом направлении двигаюсь вперед. Итак, домашнее животное имеет самая разница сознания и зеркало пыль меньше всего покрыта. Они в следующей жизни становятся людьми уже. Корова рождается человеком в благости, обезьяна рождается человеком в невежестве и собаки и кошки рождаются людьми в страсти. По характеру такими рождаются. Какой характер такими рождаются. рождаются следующая стадия это дикие животные менее развитое сознание. Это волки всякие там рыси. Ну то есть хищные животные которые питаются телами других животных мясом они более развитое сознание чем у остальных животных. Соответственно их есть мясо опаснее чем есть мясо других животных менее развитое. Следующая категория животных это дикие животные которые питаются травой и мясом это олени зайцы вот у них еще менее развитое сознание особенно у зайцев вы можете взять просто если у вас допустим заяц у кого есть заяц дома и кошка одновременно то содержит есть ну если бы у вас было вы могли посмотреть что кошка она такая деловая вся у нее есть только эмоции она такая вся как бы ну знает кто иногда проявляет а зайц он просто сидит трясет и все у него никаких эмоций просто стеклянные глаза может испугаться может испугаться а в нем улыбку не вызовешь понимаете когда животное не развито в нем только присутствует только страх и желание кушать и все вот у зайца только страх и желание кушать в нем не вызовешь другие эмоции понимаете но иногда они бывают такими как бы уже есть какие-то любовь там все у них все это есть но очень такое не сильно проявлено вот дальше еще более пугливые больше страха меньше как бы счастья больше неосознанности следующая форма жизни это ящерицы земноводные всякие рептилии там змеи у них сознание еще более спутанное меньше понимания вещей чем даже у зайцев еще менее развитые это рыбы а птички еще у нас есть они более развиты чем рептилии между дикими животными зайчиками и ящерицами птицы находятся у птиц у птиц у них тоже в основном страх они очень пугливые но они уже проявляют счастье энергию они чили-чили-чили-чили то есть радуются ветру солнцу там в свежем воздуху понятно птицы домашние птицы более развиты чем простые птицы но все равно меньше развиты чем животные даже дикие домашние птицы рыбы соответственно меньше раз даже чем ящерицы они совсем тупые то есть у них глаза такие стеклянные совершенно такие только страх и страх просто глаза ничего не соображают глаза стеклянные смотрите аквариум глаза отражают состояние ума если глаза стеклянные ничего не соображает как допустим человек пьяный лежит видели пьяного глаза откроются глаза стеклянные как у рыбы соответственно такое сознание в этом мире соответственно если рыбу убить допустим она меньше осознает себя меньше страданий за убийство рыбы самые неосознанные живые существа это всякие клеветки медузы самое спутанное сознание почти что растение это медуза мы веселые медузы мы порно обузы если посмотрите в глаза там вообще нет ничего просто ноль союз души полный соответственно она не осознает как уходит из жизни она спит уже все если вам уж хочется мяса но ешьте креветок креветок всяких морских продуктов морепродукт морепродукт как китайцы они закон кармы изучают они поэтому кушают всяких тараканов насекомых кармы меньше чем от зайцев вот самое лучшее кушать вообще без мяса это самое вкусное такая пища очень богатая белками жирами вы просто заблуждаетесь, думая, что там нечего есть. Нам на благость, когда люди приезжают, даже те, которые едят мясо, они две недели едят нашу пищу, и ничего не хочется, вообще никакого мяса вообще. Они наедаются, причем, когда человек ест вегетарианскую пищу, она более, ну, белки же больше усваиваются, жиры все усваиваются лучше, если она правильно приготовлена, потому что сейчас на Руси, как бы, это считается, что без мяса пища означает постное, а постная пища означает салатики там какие-то, понимаете, ну, такое, скудная пища, ну, ведическая кухня, здесь есть хафе или ресторан с ведической кухней, кафе, можно сходить и покушать, там один раз в день поели, до свидания, больше кушать не закончится, там просто такая пища сытная. Закончится? У меня в Екатеринбурге одна женщина заинтересовалась, она ведущая по кулинарным курсам, популярная телевизионная передача, меня пригласила, я ей овощи с прессованным белком, как называется, сабжа с фаниром на индийском языке, на хинги. Ну, она такая поела, говорит, вкусно и питательно, говорит, я хочу еще больше узнать об этом. Мы говорим, приходите к нам в воскресенье, мы вам приготовим педический пир. Она говорит, ну, я вообще-то худею, я не буду пир есть. Ну, приходит, попробуйте, как дегустацию сделайте, мы хорошо дегустацию сделаем. Пришла, короче, там было плюс 10, наверное. Она так продегустировала, что два дня не ела потом. Ушла с полным пузом, короче. Говорит, один раз в жизни можно. Ну, так вкусно было все, что она не могла оторваться, короче, потом звонит на следующий день. Я говорю, кушать не хочу второй день, это нормально? Я говорю, нормально. Ну, то есть, доелась на два дня. Вот. Ну, так вот, мои хорошие. Эта пища же легко сваривается, но долго держится в организме. Я один раз день ем, так вкусно поем, хорошо, плотненько так, и до свидания. Ну, вечером в фруктике пару фруктиков поедешь. Все. Ну, ладно, это так. Знаете, что вы не сможете отказаться от мяса, если вы не развиваетесь духовно. Есть просто, понимаете, есть три вещи, которые человек не может отказаться в принципе, если он не развивает духовно, потому что эти вещи, они его успокаивают. Говорите? Да. Ну, это такая информация секретная вообще-то. Секретная означает, что очень трудно слушать. Секретная – это не та информация, которая закрыта, доступа нет, а та, которую трудно переваривать. Горько-травда. А? Горько-травда. Горько-травда, да. Как это, говорит, почему этот ковбой Джо в пререк неуловимый? Знаете, почему он неуловимый? Да, потому что он никому не нужен. Так и секретная информация неуловимая, потому что никто, никто не станет это слушать. Итак, я хочу объяснять, что сама привязанность к телу, душа, когда сильно к телу привязана, сильно хочет счастья от тела, она всегда также эту привязанность питает тремя вещами. Первая вещь. Привязанность к телу души питается плотью других животных, похожих на себя. Ну, то есть, чтобы быть привязанным к телу, надо есть мясо тех, кто живет в теле. И поэтому древние люди это знали, и поэтому они так мясо и называли прямиком. Мя со. Мя означает я, со означает похожий, похожий на меня, ем похожих на меня. Вот. Мам са на санскрытии мама означает я, са означает похожий. Мид, ми означает я, и означает похожий. Или он, я, он, я, она, оно. Понятно, да, система? Итак, мясо дает, как бы, замену вот этому чувству самосохранения, это обратное, какое-то чувство, ну, то есть, желание плоти, другими словами. Есть. Желание плоти делится на три категории. Первое желание, другое желание плоти, означает кушать мясо. Пока человек не, ну, как бы, духовную платформу не обрел, пока он глубоко не знает о душе, он все равно будет его тянуть к мясу, потому что плоть, она порождает это желание мяса. Привязанность к телу заставляет есть мясо, с этим ничего не сделаешь. Это не то, что мне не хватает там минеральных веществ, это байки все, там незаменимые аминокислоты, я все это изучал, уже давно доказано, что они все заменимые, и все прочее, понимаете, это все просто туфта. Но так как нам не привязаны к этой пищи, нам кажется, что она незаменима, нужна очень человеку. Хотя сейчас уже все ученые, диетологи в этот голос говорят, что эта пища сокращает продолжительность жизни. Диссертации, докторские пишутся на русском языке, кстати, можно почитать. Эта пища сокращает продолжительность жизни. У нас была передача в Москве, в центральном телевидении, пригласили главного диетолога России, там несколько академиков, меня зачем-то туда пригласили, я вообще, ну, это не смешно. И мы там не все говорили о вегетарианстве, о вреде мяса и пользе. И все в этом голос говорили, что красное мясо, по крайней мере, мясо домашних животных, крупного рогатого скопа, это мясо, которое является главным канцерогеном. То есть именно при результате потребления этого мяса получается, человек обретает заказ, что он такой. Я также тоже убежден в этом, я это много раз видел, что-то такое. но все равно я вас, девчонки, не переубежу, потому что жизнь есть жизнь, чувство настроено определенным образом, и человек не может ничего с этим сделать. Итак, мясо нужно не потому, что не хватает химических веществ каких-то, а нужно потому, что так настроена психика. Нужна защитная энергия, когда человек бросает мясо, он чувствует, что-то не хватает, он защищается энергией невежества, как, допустим, ежик оказывается без иголок. Вот представьте, ежа без иголок вы увидите, как он будет себя чувствовать, ежик без иголок, как себя будет чувствовать? Ну, не очень как-то, неуютно, да? Ну, то есть, потому что такова жизнь. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Вот. Вторая сила, три силы, да, привязанных к телу человека, три силы. Вторая сила, это уже не грубое наслаждение, не грубое наслаждение плоти, а тонкое наслаждение плоти, это секс. Секс тоже, ты как бы наслаждаешься плоти, но никого не убиваешь. Удобный способ, какой наслаждаться плоти, другого человека. Никого не убивает. Это секс. Хотя некоторые умудряются убивать. Это уже извращенный секс. Знаем. третья вещь, которая разжигает стремление к плоти, разжигает эти два вида наслаждения, это выпивка. Когда человек пьет, он разжигает себе стремление к плоти, желание секса и мяса. И желание кушать, спать, наслаждаться плотской своим телом, наслаждаться жизнью телом. Для этого человек как бы ест мясо, понимается сексом и пьет вино. И так как люди не могут без этого жить, поэтому во всех священных писаниях существуют ритуалы, которые дают возможность человеку от этого отвязаться. Ему говорят, мясо есть можно, но надо ему освятить. И человек освящает мясо, ест и таким образом освобождается от самого же мяса. Веда это объясняет, как занозу, можно другой колючкой, которая попала в тело, можно только другой колючкой вытащить. Таким словами, человек пьет освященное вино, ест освященное мясо, и освященный секс означает секс для зачатия детей. Как посвящает секс зачатия детей. Когда эти все мероприятия, они же освобождают от этих же мероприятий. То есть человек постепенно очищается, и в него пропадает или уменьшается необходимость всего этого. Видите, вы уже немножко прикудили. Тема пословная. Мы все равно нужно действовать на вас сутру. Я не понимаю, на таком на основании колону убила, святила и сидишь, жуешь ее и... Человека запрещено. Понимаете, такую вещь, вы это понимаете, для вас это уже все незаконные слова. Веды говорят, что нельзя освящать домашних животных. То есть запрещено. Ну, таких низкоразвитых животных освящают мясо. диких в основном и так далее. Ну, это деды все описывают. Но это делают для тех, кто... Причем, знаете, там опять освящение интересное такое. Если изучать, там санскрипт, там, когда козла закалывают, у него низкое развитие сознания. Ну, само слово как бы. Козьми. Понятно. Вот. Когда козла закалывают, то ему на ухо шепчут определенные матки. Интересно, там одной матки в конце всего этого молитвенного опряда звучит. В этой жизни я тебя ем, а в следующей ты меня снежь. Если ты согласен на такое, дальше можешь кушать. И люди должны это идти. Представляете? Вот. Ну, ладно, бог с ним. козлом святым. Ну, поняли с каким, да? Итак, следующая вещь, которая связана с сознанием, сильно влияет на судьбу человека, вызывает эмоции. Дальше не продолжать или закрыть? Проглашаетесь. Вы пространные люди. Напрягаетесь, лучше всего. Пищит и лезет, да? Хорошо. Волосы. Деда объясняет, что волосы связаны с умом и разумом. Женщинам надо иметь длинные волосы заплетенные. Почему? Потому что умственная энергия у женщин очень сильна. Если женщина защищает свои мысли, тогда она спокойна. Если у женщины длинные заплетенные волосы, то ее мысли защищены волосами, потому что как антенны, волосы как антенны связаны с мыслями. И связь, то есть твои мысли, чужие мысли передаются тебе и влияние других людей на тебя усиливается на женщину, если у ней распущены волосы. Поэтому она когда с мужем дома остается, чтобы быть ближе к ним, она распускает волосы дома. Когда на улицу уйдет, она раз их комочек связывает, чтобы защитить. Сразу женщина очки волосы связаны, чтобы защитить себя. Какое знание бедок есть. И поэтому женщины ходят с закрытыми комочки, чтобы защитить от мыслей чужих людей. Не нужны. Но мужчин наоборот короткие голосы, потому что у них мысли слабые, у них сильный разум, больше склонность деятельности разума. Поэтому мужчины делают волосы короткими, чтобы от дорог от скакивали. Чтобы не сильно прияток. мужчины стараются меньше думать, больше делают. Поэтому они уходят с короткими. Но есть мужчины, которые связаны с искусством, им надо больше чувствовать мысли, они отращивают волосы, наоборот. И тоже зависит от деятельности мужчины себя любят. Или люди, допустим, мудрецы там всякие, которые в лесу сидят, им надо тоже чувствовать этот мир, людей, консультации выдавать, им тоже отращивать волосы, чтобы лучше чувствовать себя. Иногда люди, особенно мужчины, с помощью определенных практик, волоса копят энергию психическую особую. И они обладают огромной силой влиять на мысли людей. волосы сплетенные в одну косу, очень длинные, там обычно по метру в длину, они их так накручивают себе на голове, и они могут влиять на мысли людей через эти волосы. Если они наклеят, то есть начинают людям мешать жить, то люди прикольно связывают эти волосы, чтобы они не мучили народ. И в Индии такое иногда происходит. И они теряют эту мистическую силу эти люди. не могут уже дальше так влиять на других. Знаете, что волосы влияют на мысли других людей. Поэтому женщины с длинными волосами очень влиятельны. Сильно влияют на мысли мужчин. Черные глаза. Самые прекрасные черные глаза. Снова вспоминаю черные глаза. никогда не забывая черные глаза. Женщина обладает такой магической силой. Влияет. Итак, женщины связаны с разным. Отношение к женщинам связаны с разным. Если мужчина очень сильно падает на женскую красоту, ему срывает крышу, значит, что у него слабый разум. Если мужчина способен контролировать себя отношения к женщине, он уважает красоту женщин, красоту, но при этом становится верным своей жене, значит, у нее сильный разум. Отношение к женщине это ключевой вопрос развития личности. Не имеется в виду мужчина. Имеется в виду, если мужчина способен контролировать свое понимание красоты женской, тогда он может развиваться как личность. Если не способен, значит, он бегает. А как же многоженство? А здесь понимаете, такая система, что это особый уклад жизни. Когда девушек воспитывают с детства, что так правильно иметь одного мужа, воспитывается условие такое, мужчина должен быть очень развитым. Запрещается деграданку брать несколько жен. То есть, если он не может содержать одну финансовую, брать не имеет права. То есть, если он берет несколько жен, значит, он духовный, материальный во всем обеспечить. И это также закрепляется верой. И эти женщины, которые воспитываются в такой культуре, они как сестры, которые воспринимают жен, другим своего мужа. Причем интересно знать, что женщины чувствуют себя очень комфортно, когда несколько жен, а не одна. Потому что им легче с детьми справиться, им легче по домашнему делам, им легче даже с мужем справиться вдвоем. У женщин коллективное сознание, мужчин индивидуальное. Вот, допустим, если дома кушать нечего, то муж просто голодает. А жена пойдет подружкам откусят. Ну муж же не пойдет же, друзья, покушать. Эта нараст уже. Но в ресторане денег нет, голодает семья от ресторана. У женщин коллективное сознание, у мужчин индивидуальное. Поэтому женщины всегда как побеждают в семейной жизни. Они маме позвонила, подружке позвонила, все начинают звонить мужу в артичок. Если женщине что-то не нравится, есть народ против. Допустим, в семье поругались муж с женой. Дети на чьей стороне были? На маминой. Потому что у женщины коллективное сознание. А зачем вообще детей это посвящать? Можно не посвящать, да? Можно не посвящать. Но все равно дети за маму. Даже если не посвящать. То есть женщина всегда права, потому что у нее коллективное сознание. Мужчина индивидуальная. Потому что когда она дожжет, то страдает муж больше всего от этого. Не странно. И если бы я был с устаном, я бы имел три жены. И с тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах, столько бед и хлопот, а спаси Аллах. Не очень плохо иметь три жены. Гораздо хуже с другой стороны. Там жизнь такая идет. Они же троем начинают на мозге капать. Страшные деньги. Плачут одна, когда это одно, а когда из тени живое трое, сразу девять детей обменяют. Мужик там на стену лезть, начинает эта жизнь. Они приструняют мужика. Когда договорятся между собой, там шансов нет вообще. Когда слышишь в фильмах, там такой мужчина, что его не приструнят на девять и жен, как-то там показывают? Ну, показывают фильмы. Сейчас всегда самое лучшее показывают. Ну, представьте, две жены, они между собой, как сестры, и они не справятся с одним мужиком. Ну, смешно. Ну, как они не справятся с ним? Даже одна женщина при правильном раскладе справляется без проблем. А две так вообще. Ну, согласно женщинам видеть? Ну, вдвоем мужика скрутить вообще без проблем. Обиделись вдвоем сразу, да и все. А вот у них нет такого чувства, понимаете? Они так воспитаны, что они как сестры воспринимают. Поэтому я говорю, что в нашей культуре это невозможно. Представьте, сейчас вторая появится, как вы ее загрязываете сразу. Это с детства они так воспитываются, понимаете? И поэтому это Богом разрешено в этой культуре. Женщины, которые так хотят жить, им Богом разрешено. Вас эта тема сильно волнует или мы продолжим дальше? Нам это не грозит. Так что можно дальше? Не советую женщинам, которые в той культуре не распитались, не советую вам идти вторую жену. Это такая жизнь просто вообще. Ад. Адская жизнь. Я видел такие ситуации. Итак, движемся вперед. На разум мы говорим о том, что влияет сильно на разум, что разрушает разум при неправильном отношении, что воскрешает и что люди боятся о чем думать и говорить. Мы об этих вещах говорим сейчас. Это вода, освещенная пища, духовная музыка, наш шельник женщинам. Если сказать, что не надо посмотреть на чужих женщин, мужики сразу. А мне не надо такая вера, пошла на нафиг. Вот. Дальше мясо, вино, секс. Следующее, что влияет очень сильно на жизнь, является судьбоносной силой. Это слушание с верой. Если человек доверчиво, доверительно, да, верительно слушание с верой, доверительно слушает кого-то или чего-то, меняется его судьба. Это страшная сила, вы даже представить себе не можете, насколько это сильно меняет судьбу. Поэтому веды не рекомендуют пользоваться непроверенными источниками знания, потому что это меняет жизнь. Вот, например, смотрите всякие фильмы там. Это все может менять жизнь. Лучше нравственные фильмы смотреть. Понимаете? Лучше слушать духовную музыку или чистую нравственную музыку, возвышенную. Это тоже меняет жизнь, но в лучшую сторону. Тем образом, надо знать, что звук меняет жизнь. Особенно, когда с любовью что-то говорится, это меняет сильно жизнь. Следующее, что меняет жизнь, это общение, дружба. Дружба, любовь меняет жизнь. С кем поведешься, кого и не берешься. Если вы дружите с человеком, который имеет какую-то привычку, эта привычка тоже к вам переходит. Хотите вы этого иметь? Дридские отношения доверительные разрушают сознание человека. Меняет его понимание вещей. А? Может, и наоборот. Все зависит от того, как эти общения строятся. Вот, допустим, у вас есть какие-то грехи. У меня, допустим, их нет. Если вы меня слушаете, то с верой, то вам передается мое сознание. Но если у меня есть грехи, а у вас нет, вы меня с верой слушаете, произойдет наоборот. Но если я вас с верой слушаю, тогда ваше сознание ко мне передается. Но есть три типа отношений. Понимаете, есть отношения старший-младший. Старший-младший означает, что младший слушает, старается слушаться, а младший говорит. Второе отношение равные. Люди обмениваются опытом. У них одинаково примерно количество грехов. Они обмениваются опытом, но стремятся к Богу. Они развивают себя. И поэтому они прогрессируют. И наоборот, отношения младший-старший. То есть младший, он слушает в основном, не говорит со старшим. Эти отношения развивают всю личность. Но есть отношения и правильные. Например, люди враждебно относятся друг к другу. Как бы они ни вели себя, все равно счастья не будет никакого. Поэтому, когда чувствуешь, что к человеку плохо относятся, надо дистанцироваться. Не нужно ни положительно, ни отрицательно. Просто в сердце желать ему счастья, но не надо близких отношений с ним строить. Потому что эта вражда разрушает жизнь. Следующее, что сильно влияет на разум – это место, в котором человек живет. Город. Поэтому очень важно посвящать цветы и места. В правильном настроении. Как определить, что это святое место? Вот я приехал, допустим, в Иркутск. Что бы я тут не вытворял – ничего не происходит. Люди там, что котятки уделят – ничего не происходит. Вот приехать на Байкал, начни там плеваться, материться. Потом тебя порвет медведь. Не верите? Попробуйте проэкспериментироваться. Идите куда-нибудь на Байкал, какое-то глухое место там, поматеритесь, поплюйтесь. И посмотрите дальше, что будет. Я вам серьезно говорю. Святое место – это место, в котором нельзя себя вести плохо. Сразу приходит реакция. То есть святое место – это место, в котором защищено огромной духовной силой. И с другой стороны, ты приходишь на это святое место, начинаешь поклоняться святому месту, начинаешь там молитвы, у тебя сердце очищается. Тебе хорошо становится. Один мой знакомый, очень воздушный человек, приехал на вот этот конкурном, да, остров, там тоже по молитве вы говорите. Я никогда не чувствовал такую чистоту в молитве. Чистота, счастье, такое неподвижение. Очень воздушное место, чистое, светлое место. В святые места очищаются знания человека. Меняют он всю жизнь, полностью вся жизнь меняется посещение святых мест. Когда много людей собираются вместе, начинают думать воздушное, это место тоже очищается. Вот этот зал тоже очистился сейчас в результате нашей беседы. Здесь вот приходите, хорошо как-то, да, становится? Чувствуете? Или нет? Да, да. Очистилось место, очистим, стало. Вот так, как я. Молитва – самое сильное средство, меняющее жизнь. И еще, кроме молитвы, существуют еще такие мероприятия, которые тоже мощнейшим образом воздействуют на жизнь. Эти мероприятия называются ритуалы. Слово «рита» санскритское означает «ритм». Рита. Санскритское слово «рита» означает «ритм». Но это не просто ритм, это ритм Вселенной. Чистый, возвышенный ритм. Чистая мелодия души. И ритм, слово «ритм», оно идет от слова «рита» санскритского. И, как бы, если человек выполняет режим дня, то он входит в Вселенский ритм. У него разум становится сильным, потому что он делает все так, что у него сознание от этого крепнет, и энергия расходуется минимально. Допустим, если он максимально кушает пищу в обед, то Солнце в это время высоко, оно переваривает за него пищу. Если он спать ночью ложится, Луна его расслабляет, а если он в нем бодроствует, то Солнце ему дает бодрость. Понимаете? То есть, планеты дают силы человеку жить, когда он вовремя все делает. Это означает режим дня или ритм правильной жизни. И следующее, что такое ритуал? Ритуал – это когда люди собираются, соединяются вселенским разумом с этой чистотой, святостью. Они все собираются вместе, и есть разные мероприятия и правила, как это проводится. То есть, в ритуале обязательно есть определенные правила. Например, алтарь – это место силы. И люди, они как бы через него, это как дверь к Богу. Они открывают эту дверь, туда свое сознание, и пошли отношения с Богом с тобой. Дальше, священный огонь. Это тоже ворота. Если в огонь осветить, можно просто молиться, а огонь освещается, становится чистым. Это огонь – это тоже ворота к Богу. Святая вода – тоже ворота к Богу. Открывается как бы вот эта вода, становится святой, и она открывает фут к Богу, как байкал. Когда присутствует святая вода, огонь, алтарь, и люди все вместе поют хором, то это ритуал. Но соединение всех этих мероприятий дает огромную силу – соединение с высшей истиной, с чистотой. Поэтому все духовные, вот возьмите любую духовную традицию, вы когда ритуал увидите какой-то, вы увидите там огонь, да, освещенную воду, вы увидите там алтарь, и люди поют. Согласны? Вот и все. Если вы входите в это же настроение, вы погружаетесь в духовную атмосферу, у вас сразу начищается, начинаются разрушаться грехи, ваши связи плохие с людьми начинают разрушаться, ваша плохая судьба начинает разрушаться, все эти дни, как бы плохие, рвутся, хорошие, восстанавливаются, на душе становится неслучайно легко и неслучайно весело. Вот и все. То есть, если вы хотите жить счастливо, надо идти туда, где люди занимаются духовной практикой, где ритуалы происходят духовные, и где люди повторяют имена Бога, там, поют, танцуют, какой верит, там, самый выберите для себя. Если хотите как-то по юридической культуре узнать, что происходит, вам повезло. Прямо сегодня, в воскресенье, через пару часов, вы можете это в этом ночном клубе, которому не повезло, потому что там такая атмосфера создастся. Я не знаю, как они выпивают после этого, сколько, и все духи разбегутся. Чего революционное мероприятие. Ночным клубом будут проблемы. Там же духи живут в ночном клубе, а их всех разводят сейчас. И это станет меньше. Ладно, вы не говорите там. Какие у вас вопросы ко мне? И вот эти лекции, если вы хотите узнать тему глубже, у меня есть на бесплатной отскачке много семинаров развития разума. Они все по-разному звучат. Разную информацию изучайте, слушайте, дополняйте свое знание. Да? Здравствуйте. У меня есть вопрос, я услышала в середине лекции где-то, что отношение с Богом это проявление высшей любви. И я взяла бы какие-либо более подробные примеры, может какие-то. Пример сейчас расскажу. Я сегодня с утра молился, сел неподвижно вот так вот, сел. На колени вот так вот сел, на годицы, застыл. И на посетку отключил голос святого человека, смотрю на алтарь, в плане успественном, начал молитву. Через некоторое время я почувствовал грехи в сердце, свою судьбу, отношения. Начал думать дальше, а голос святого человека молится. И постепенно все это начало таять, в сердце наступила чистота. И потом, когда это все произошло, у меня четко в сердце возникла такая идея. Я хочу жить для тебя и не для себя. Я начал чувствовать святого человека. И думаю, как же сделать так, чтобы у тебя твоя миссия, в которой ты живешь ради, в которой ты людям даешь любовь, знания, чтобы это все стало лучше, развивалось. Как же сделать так, чтобы я забыл о своей жизни и жил только твоей жизнью. Когда я начал так думать, у меня от этой личности появилась в сердце чистота, могущество, внутренняя сила, радость, красота, счастье. И я забылся в этом и все. Я почувствовал легкость, такую необыкновенную силу внутри себя. Как только я это почувствовал, я почувствовал, что хорошо бы эту энергию сейчас вот туда, вот туда, вот туда. И в этот момент все пропало. Я подумал, вот опять воскотинился. И я потом опять вернулся назад, начал думать, я хочу жить для тебя. Опять расстрелился, опять погрузился в отношения с святым человеком, начал думать о нем, о его миссии и так далее. Потом, когда счастья слишком много стало, я опять начал думать о себе. И так вот все время туда-туда сознание. Но в конце концов, как бы все меньше думаешь о себе, все больше о возвышенном человеке. И в конце концов, начинаешь чувствовать твердое такое, сильное сознание, способное менять судьбу. Вот такой пример. Два часа это все длилось. Хотели пример? Самый лучший пример – это свой пример. И он рассказал про сегодняшнее утро свое. Это мой пример. В это время один человек, которому я верил, он меня предал, обманул меня. И я просто пытался понять, что делать. В сердце возникла такая боль. Я об этом узнал недавно. Человек меня обманывал. Долгое время я не знал об этом. Вот в сердце возникла боль. И я начал как бы жить с этой болью. И начал молиться, думать об этом человеке. И сначала я почувствовал все полностью, как он себя вел. Все это время, как он обманывал. Что его заставило. Я его понял, как личность, думаю. Ну вот человеку, видно, тяжело жить, раз он так себя вел. Потом дальше я настроился на свое сердце. И подумал, а почему я должен вот это все терпеть? Что за ерунда? Господь мне в сердце показал мои недостатки, которые стали причиной того, что я не заметил, как меня обманывают. То есть я пропустил это. Дал возможность человеку себя обманывать. Потому что у меня были определенные недостатки в сердце. Я увидел эти недостатки. Начал по поводу них молиться. И почувствовал очень сильную радость и благодарность. Спасибо Господь, что ты создал ситуацию. Потому что я до этого не знал о себе этого. Я не знал, что у меня есть такие проблемы. И вдруг в результате этой ситуации я узнал. Думал, здорово. И в это время, когда я понял, что это для меня было создано, для моей учебы, в этот момент я перестал злиться на человека. Я почувствовал этот замысел Бога, и у меня пропала злоба на Него. Как ощущение, что он плохой там. Ну, как бы нормальная ситуация. Просто спокойно начал к Нему относиться. И Бог также мне в сердце дал знание, что несмотря на то, что ты Его простил, иди с тебя с Ним очень строго. Не позволяй ему поверить, что ты Его простил. Иначе он опять начнет отламывать. Понятно? Прощение означает, что ты расслабываешься, и даешь вам возможность дальше дышать. Я вам рассказал сегодняшнее утро свое. Я не знаю, что еще я могу сказать на такие утки. Это на практике все познается. Еще какие вопросы? Кто может быть духовным учителем? Духовный учитель – это тот, кого вы заслужили. Мы воспринимаем этот мир всегда как лотерея, понимаете, под плато. Не надо думать о духовном учителе. Надо думать о ваших отношениях с Богом. Сейчас вы получили определенные знания от Бога. Это все от Бога. Если вы будете работать над собой, вы получите больше, от кого он сам решил. Духовный учитель появляется у человека, который уже решил менять с помощью звука и наставления всю свою жизнь. Пока человек такое решение принял, никакого духовного учитель не будет. Потому что духовный учитель означает. На санскрике это звучит «гуру». Гуру означает «тяжелый» переводится слово. То есть он сказал слово, и ты должен так жить. Но пока ты не принял такое решение, Бог тебе не даст духовного учителя. Он даст тебе старших каких-то. Если ты хочешь, работай над собой, получишь старших. Если хочешь сильнее работа над собой, получишь наставник. Если хочешь еще сильнее работать над собой, получиш духовного учителя. Но если ты думаешь, что духовный учитель – это просто где-то надо поискать и найти, то это безумие, я так думаю. Приходит время, все приходят в твою жизнь, искать никого не надо. Так же, как мужа искать не надо. Заслужила – получила мужа сразу. Вы что думаете, девушки, очень трудно вообще выйти замуж, кто-то считает из вас, что это так? Поднимите руку. Боитесь, да? Все так считают. Вот я отвечал этот вопрос, вот клянусь вам. Если девушка сдала все свои экзамены, у нее… Она же девушка, она красивая, понимаете? И она ее природа такой создала. У нее в сердце такая теплота начинает исходить. Каком бы она ни была в возрасте, она сразу привлекает мужчину в свою жизнь. У нее в сердце такая сила исходит, что сразу раз – туда приклеился все. Если достойно, если готова замужем жить, то лучше получить мужа, без всяких… Ну, в расстоянии никакого от этого нет, в этот же день прямо. Точно так же, когда готова получить духовного учителя, получаешь духовного учителя в этот же день. Здесь нет никакого расстояния. Люди часто думают, что этот мир несправедлив, я типа уже готова, все, а мне не дают. Так не бывает. Всегда человек получает то, что он получает, когда он заслужил, когда готова. И поэтому не надо париться вообще по эту тему. Где мне найти себе наставника? Начните работать над собой, начните общаться с людьми, которые уже есть, потому что все наставниками являются. Знаете, в ведах, в Шимахарбах, в произведении, есть одна такая история. Один царь спросил одного мудреца, говорит, кто является твоими наставниками? Объясни мне, кто дал тебе духовное знание. Он говорит, Бог меня любит просто от дерева, от птицы, от собаки. Человек получил знание, потому что увидел божественное проявление в этих всех факторах природы просто. Понимаете? А если вы, люди, вот вам говорят добрые слова. Все люди говорят только добрые слова. Просто понимаете, когда на вас человек орет, это значит, что он так сильно хочет вам правду сказать, что начинает орать даже. Но вы не хотите слушать. Вот если проанализировать, что когда в результате крика муж что говорит? «Дура, ты такая тупая!» Он же говорит чистую правду. Просто вон, как он говорит, это очень эмоционально, потому что она не слышит, и он хочет пробить ее, своими словами. Она ему говорит «Ты жестокий, коварный, негодяй!» Но это же тоже правда. Но мы не хотим эту правду слушать даже от близких людей. Причем же говорить обо наставнике. Наставник же нужен не для того, чтобы тебе, как некоторые, знаете, наставника нашла и начала эти религию ему писать. «У меня такая тяжелая жизнь, вот давайте решайте все мои проблемы». Наставник не для того нужен, чтобы попу подтирать. Он нужен для того, чтобы тебе сказать правду, чтобы ты потом поменял свою жизнь сам. Услышали? Нет меня. Поэтому наставник – это человек, который трудно достижим, потому что мы не готовы принимать правду даже от близких людей, не то что от чужого человека какого-то. Мы готовы только, чтобы кто-то сам поменял нашу жизнь. Некоторые думают, что наставник нужен для того, чтобы прорепелить за мной, менять мою жизнь. Нет, наставник нужен для того, чтобы давать наставление, для того, чтобы ты сам менял свою жизнь. Если человек готов, это немедленно он получает какого наставника сразу же. Видите, тяжелую информацию, да? Сейчас говорю, что тяжелую. Еще те вопросы? Да, хороший вопрос. Я не даю свою белку мяса и ей будет в жизни сейчас. Достаточно ли? Достаточно ли она получать белка с творогом, бананами, которые иногда есть? Видите, вы мясо не кушаете, но у вас остался страх. Вы верите в мясо все равно. Поэтому вы спрашиваете меня, Олег Геннадьевич, а если мой ребенок не ест мясо, как же он выживет без мяса? Олег Геннадьевич, давайте честно к жизни отнесемся. Все равно же без мяса жить невозможно. Как это, у меня была в Киеве передача такая вегетарианская, юморная детская передача, меня попросили шутить на ней. И там был прямой эфир, один такой парень молодой говорит, «А вы знаете, что без мяса невозможно жить?» Мне такой вызов. Я говорю, ну я теперь знаю. И поэтому, говорю, впервые на киевском телевидении перед вами выступает мертвый доктор. Потому что я уже 20 лет не ем мясо, я давно умер. Теперь выступаю вот как он в теле мертвеца. А он смотрелся в фильмах, еще как-то смотрит, правда ли, иначе все угорают. Смешно. Понимаете, все зависит от вашей веры. Если вы верите, что без мяса невозможно жить, тогда у вас страх возникает в сердце. А как же он может ребенок без мяса? Ну потому что все врачи говорят, нельзя. Ну понятно, они вашу веру подтверждают. Вы слушаете с верой врачу. И он говорит, без мяса нет. Невозможно. Доказывают, говорят, что анемия без мяса, без мяса наступает, там все прочее. Вы знаете, у меня в Омске есть куча врачей знакомых, да? Так получилось, что там много врачей слушают мои лекции. Все взяли, короче, вегетарианцы, там году по 3-4, не едят мясо. Все сдали, пошли сдать кровь. Сдали кровь, сделали статистический анализ. Из 20 человек практически у всех гемоглобин зашкаливает. Выше нормы оказался и женщина, и мужчина. Мы сделали даже небольшое научное исследование по вегетарианцам, какой у них гемоглобин. Оказывается, зашкаливает просто гемоглобин. А беременным женщинам, которые едят мясо, не хватает гемоглобина по причине неправильного питания. Потому что люди, когда на вегетарианском питании стоят, они понимают, что надо больше есть жиров и белков. Ну, то есть, надо больше есть сыра, там всякого, сметану, пищу больше наливать. И все, и суток будет отлично. Все будет хватает. Понимаете, проблема не в том, что вы мясо не едите, а в том, что вы боитесь. Страх возникает. Я, я, ну, это бред полный. Понимаете, если мне, если мне говорят, Далее, вот знаете, в Ведах есть такая история на эту тему. Пять. Десять мудрецов, вот прямо реальный рассказ. Десять мудрецов договорились сбить с Панталопу одного из них. Он не знал. Это их специальное исследование было. Понимаете, они это делали специально, как работают сознание. То есть, у них вообще было такое место закрытое, больше там никто не жил. В этом месте. И один из мудрецов ничего не знает, как бы об этом, что девять договорились с другим. Он рано утром просыпается, подходит к другому, говорит «Ассалам алейкум» или что-то еще там на своем. Вот, в санскритском. И тот ему говорит, слушай, ты что пришел, ты же умер вчера. Ты вчера умер, и как бы ты сейчас в тонком теле, что ты ходишь, садись там, жди, сейчас за тобой приедут, на высшие планеты поедешь, все. Что ходишь, не надо мозги парить. Он говорит, да я живой, смотри, потрогай меня. Вот тот трогает, говорит, я вижу тонкое тело, чувствую твое, да, одной нутрицы, может, а другого нет. Ну, ничего себе, ну что, у него что за трене, что ли? Пошел к другому, такой раз, и тут говорит то же самое. На девятом он был уже абсолютно убежден, что он умер, что у него тонкое тело, и все. У него не было сомнений никаких, вообще. Вот точно так же, вот сейчас, та же самая система. Мои корочки, попытайтесь понять. Одну простую вещь, что мясо не является ни здоровой, ни нужной пищей человеку, и просто обычный сыр, он усваивается, тоже там те же самые незаменимые белки, он усваивается в 10 раз быстрее. Возьмите, просто сделайте, сымитируйте жрубок. Просто сделайте соляную кислоту, там сколько, 1%, по-моему, просто соль, там, возьмите, просто сделайте вот этот вот терзиологический раствор, который в желудке находится, чтобы переваривать пищу. Включите комфорту в кусок сыра и кусок мяса. Мясо эмульгируется, то есть через 9 часов я пробовал, а сыр через 3. То есть через 3 часа сыр превращается, просто растворяется в этой воде, в кипряке. А мясо варится 9 часов, и то там и полностью растворяется, оно такое как-то уже. Понимаете? Вот и все, вот вам мясо и сыр, и все. Думайте теперь, чешите свои медики. Это все просто самовнушение, понимаете? Не нужно человеку вообще эта пища, вообще не нужна. Больше того, я вам, когда я об этом узнал, Бог мне чудеса показал, которые мы вообще не понимаем. Я когда в Индик приехал, там один человек готовил нам еду. Ну, вегетарианин, все как обычно, я давно уже вегетарианец, мне там непонятно, что это пища цитная, полезная, нужная. Но он, этот человек, он не ел зерновых, зерновых, соли, масла, молока, молочного, ничего. Ну, фактически ел только кокосы и, ну, овощи, и зелень, и орехи. Все. Отличное здоровье, такое крепенькое, здоровье, счастливое. Потом я узнал, что есть много вегетарианцев, которые просто одну свою пищу едят и тоже супер себя чувствуют, вообще без проблем. Вы не напрягайтесь, я сейчас вам еще кое-что расскажу. А потом я узнал одного человека в Индии, который вообще не ест. И тоже нормально, все, такое крепенькое. А еще кто-то, кристаллы, да, есть? Кристаллическое такое. Кристаллы? То я такого не слышал еще. Да. Это у вас, на местности. Опасные люди, кстати, на работу нельзя брать кристаллы, едят, сожрут весь камень. А вас там же. Вы знаете, что, можно сгонить, если есть мясо? Я сейчас мясо. Вы не понапейте, понимаете? Просто вот, вот, признайся, без рыбы, обычная пища, пилковая, все, она полезная, питательная, все, а все эти сыролитни, это все уже экстрим. Этого не надо человека, понимаете? Сырая пища нужна просто для очищения организма. 3 месяца, если сырую пищу поедите, то каналы, то, где очиститься, это способ профилактику отрака сделать, как минимум. Она очищает просто организм, но если человек дольше ест, может, одну сырую пищу, он может, его сильно напрячь. Она приводит, психика напрягается сильно. Просто без мяса питание обычная судьба. Она очень полезная. И вот эта идея, что детям не надо без мяса питаться, это бред полный, вообще, такой бред. Больше того, когда дети едят мясо, у них страдает иммунитет от этого, у них страдает развитие, потому что от мяса человек веет, у него сознание не сопускается, он такой приторможенный, тот тупо соображает. Детям, наоборот, мясо нельзя есть. Я испытал такой стресс в своей жизни. Мне было три года, и мои родители решили меня повезти к бабушке с дедушкой. Бабушка с дедушкой так обрадовались мне в деревню, мы приехали в деревню, и так обрадовались, что зарезали свинью. Они зарезали свинью, короче, и пожарили кровь свиньи, слили всю эту кровь, пожарили, принесли мне на поднос и попробовали мне эту кровь. И я вот так вот хотел, не хотел эту кровь, слили, какие там шарики, такие кусочки, кусочки, куски крови, жареные такие. И, короче, они мне запихали это в рот, меня так полоскало целый день потом, вот я испытал счастье. Но я не знал ничего про мясо, когда просто я испытал такое счастье, мне полоскало, это болото, я орал, очень ужас какой-то вообще. Многие дети вот как мясо отнесут, просто противно это все. И чувствуют, что это не надо есть. Потом родители приучают, они начинают уже видеть это все, из него жить не могут. У меня во дворе многие дети называют разным злых духов. Как их можно прогнать? Знаешь, очень просто, любую молитву повторять, и злые духи, они очень боятся молитвы. Вот так же, как пьяные люди боятся вотрезвителя. Такое место, где пьяных вотрезвляют. И пьяный, если мимо вотрезвителя проходит, у него страшно там проходит, он убегает. Также, когда человек молитву начинает повторять, все злые духи в ужасе просто разбегаются. Любую молитву читаешь, и все, и до свидания, злые духи. Спасибо. Потому что это беды, знаете, с чем сравнивают? Когда светит солнце, все светлячки сразу теряются, да, из виду. Злые духи, это тоже, ну, это энергия, но она очень слабая. Когда ты произносишь имя Бога или молитву, то приходит сильная энергия такая, как свет солнечный. Все светлячки теряются. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok